Высший административный суд оштрафовал владельца авто с иностранными номерами почти на полмиллиона гривен. И это, как оказалось, уже не первое подобное постановление. Стоит ли ждать волны судебных решений и во сколько украинцам может обойтись автомобильный безвиз, расскажет Богдан Вербицкий. Брендовые иномарки, пробег несколько тысяч километров по европейским дорогам, но главное, доступные цены. Сегодня пригнать дешевый автомобиль из Польши или Литвы несложно. Достаточно оставить заявку на сайте, все остальное сделают за вас. Но вот красный свет литовцам и полякам включили украинские служители Фемиды. Высший административный суд Украины оштрафовал водителя автомобиля на иностранных номерах почти на полмиллиона гривен. Это 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей. Это не первый случай. Дело в том, что буквально перед этим тоже Киевский суд, и причем апелляции не подлежит, предпринял решение оштрафовать на 400 тысяч гривен гражданина, который передвигался на Ауди, и на миллион шестьсот восемьдесят три тысячи гражданина, который ездил на Мерседесе. Несколькими решениями суда все не закончится, уверен адвокат Андрей Тарасов. Ведь схема, по которой украинцам предлагают поддержанных европейцев, незаконна. Правда, если дело и доводят до суда, времени на это уходит много. По правилам временного ввоза, использовать автомобиль может только то лицо, которое его фактически ввезло. Дела, которые начинались в 2015-2016 году, сейчас просто вступают в силу решения в данных административных делах. То есть дальше этот вал будет нарастать, нарастать и нарастать. Но для многих украинцев поддержанная машина из Европы – единственный выход, особенно для тех, кто живет в сельской местности. Анна живет за городом. На новую машину денег не хватает. Анна решила просто пересекать границу раз в пять дней. Ведь живет она недалеко от Ужгорода и до Словакии рукой подать. Говорит, ездить дешевле, чем платить пошлину. И эту разницу я каждый день отчимаю. И эту машинку могу просто радоваться ей каждый день. Даже официальные импортеры признают, что высокие таможенные пошлины нужно снижать. Но у фискалов и депутатов свои планы. Ведь эти фирмочки просто так не работают. За ними стоят коррумпированные чиновники, коррумпированные правоохранители. Собственники этих литовских фирм здесь, в Украине. Они в Кабмине, они в парламенте, они бизнесмены серьезные. В том же парламенте не один раз пытались разобраться с литовскими номерами. Правда, не путем снижения или отмены таможенных пошлин, а введением драконовских штрафов для тех, кто завозит авто по серым схемам из стран ЕС. Впрочем, ни одна из инициатив так и не нашла поддержки в сессионном зале. Богдан Вербицкий, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.